Приветствую вас, друзья мои. Сегодня я хочу поговорить с вами о голоде, о чувстве голода, о том, какие явления, какие варианты неправильного поведения, какие болезни, какие-то внутренние причины, находящиеся в нашем организме или, возможно, во внешней среде, могут это чувство голода вызывать. Мы проанализировали все, к чему можно придраться и нашли 14 причин, 14 реальных причин быть голодным. И вот об этих причинах я и хочу с вами сегодня поговорить. Но прежде чем посвятить наше время столь важному чувству голода, а вне всякого сомнения голод одно из самых тревожных явлений, оно уходит корнями в наши инстинкты, заставляет многое-многое изменить в жизни и меняет он и психологически, и стрессы создает и так далее. Но, еще раз говорю, прежде чем мы поговорим о голоде, я хочу сделать очень небольшое предисловие. На самом деле, практически все блогеры с этого начинают, а я просто иногда пытаюсь до вас там достучаться. Я говорю, тук-тук-тук-тук-тук. Друзья мои, вас очень много рядом со мной. Когда я смотрю, сколько вас посмотрело ролик, и когда я смотрю, сколько времени вы смотрите ролик, я делаю вывод, что вам этот ролик таки интересен. Ребят, если вам ролик интересен, сделайте, пожалуйста, доброе дело. Поставьте лайк. Спасибо вам большое. Вся наша команда будет безумно благодарна. Честное слово. Мы будем очень благодарны. Вообще, я хочу вам сказать, что у нас большой праздник. За прошедшую неделю к нам добавилось целых три спонсора. Представляете, 3 миллиона подписчиков и добавилось целых три спонсора. Их теперь стало 113. Спасибо вам огромное. Ребята, если вы хотите нас поддержать, у нас большая команда, которая готовит для вас интересные видео. Поддержите нас, пожалуйста. А еще у нас есть патреон. Вы тоже можете нас поддержать. Спасибо вам большое. И пусть чувство голода никогда к вам близко не подойдет. И помогите моей команде не голодать. Сделайте правильные выводы. Поехали. Итак, причины чувства голода. Первое. Дефицит белка в рационе. Что такое белок? Где находится белок? Белок – это мясо, рыба, яйца, это творог. Короче говоря, вот это очень важно. Смотрите, что важно. Когда я говорю, дефицит белка в рационе провоцирует развитие чувства голода, я здесь, конечно, могу углубляться в тонкую физиологию, на какие рецепторы конкретно действует белковая пища, как оно все расщепляется, как оно потом влияет на центр голода в головном мозге. Так вот, я не хочу сейчас в это все углубляться. Я просто хочу, чтобы вы поняли. Каждый из тех пунктов, а их всего будет 14, это продукт доказательной медицины. Это не астрология, не шарлатанство. Это значит, были проведены исследования. Вот две группы людей. Эти питаются. Вот так у них нормальное количество калорий. И у этих столько же калорий. Но только белка у этих меньше. И вот те, у которых меньше белка, чаще испытывают чувство голода. Второе. Сон, дефицит сна полностью меняет чувствительность организма к гормонам голода и к гормонам сытости. И человек, которому хочется спать, практически одновременно хочет есть. То есть, недосып всегда плохо действует. Ну, если можно назвать чувство голода плохим. Короче говоря, есть недосып, есть чувство голода. Третье. Избыток рафинированных углеводов. То есть, концентрированные углеводы, сахара. Это и сладкие газированные напитки, и конфеты, и весь сахар, любой сахар, будь он сахароза, фруктоза, глюкоза. Все это сгусток, фактически, энергии. Но здесь нет клетчатки, нет объема, наполняющего желудок и так далее. Все это мгновенно еще раз запускает энергию, которую надо на что-то потратить. И в результате чувство голода. Несмотря на то, что огромное количество калорий. Четвертое. Дефицит жиров. Удивительная особенность жиров. Они очень медленно продвигаются по желудочно-кишечному тракту. Они долго создают ощущение сытости. Организму надо много времени для переваривания жиров. В общем, в любом случае, дефицит жира в рационе. Это плохо. Это провоцирует чувство голода. И, кстати, вот эти все истории про страшно вредный жир. К какому количеству людей эти истории испортили фигуру, вы даже себе представить не можете. Сколько страданий испытали люди, потому что медики, руководствуя сложными выводами, запретили им кушать жирное. И они без жирного испытывали реальное чувство голода. Маялись, страдали. А потом, когда махали рукой на все, набирали много-много килограммов. Пять. Дефицит жидкости в организме. Да-да, центр голода и центр жажды, они находятся довольно близко друг к другу. И очень часто организм при умеренном дефиците жидкости может это путать. И вам таки хочется есть. Поэтому смотрите наше видео про водный баланс. Это очень важно. Делайте правильные выводы. Не доводите себя до дефицита жидкости в организме. И тогда чувство голода, возможно, обойдет вас стороной. Шесть. В вашем рационе мало клетчатки. Клетчатка – это то, что практически не переваривается, что долго находится в кишечнике, что наполняет кишечник, что именно клетчатка сплошь и рядом создает ощущение сытости. Именно клетчатка, медленно продвигаясь по кишечнику, регулирует работу желудочно-кишечного тракта, правильно регулирует и подает в головной мозг правильные сигналы. Клетчатка, как вы помните, это прежде всего овощи и фрукты. Всегда, когда есть выбор между стаканом сока и яблоком, что надо сделать? Есть яблоко, где кроме витаминов и микроэлементов еще и будет полезная, приполезная клетчатка. Но клетчатка – это важнейшая тема, мы про нее обязательно запишем отдельное видео. А сейчас продолжай. Семь. Вы едите неправильно, вы отвлекаетесь, вы сосредоточены не на еде, а на чем-то другом. Ну, например, перед вами тарелка еды, вы не смотрите на еду, вы не анализируете ее вид, цвет, запах, вкус. Вы не обсуждаете, как ее приготовили, откуда она взялась. Нет, вы просто едите автоматически и в это время смотрите телевизор. Я готов согласиться с тем, когда вы не обращаете внимания на еду, потому что рядом с вами любимый человек, с которым просто надо поговорить или согласовать нечто. Но когда перед вами прекрасная еда, а вы вместо того, чтобы на ней сосредоточиться, на жевании, на вкусе, смотрите телевизор, это абсолютно неправильно. Ваш мозг просто не понимает, что вы едите. Естественно, удовлетворение, ощущение сытости приходит к вам намного позже, а может и не прийти вообще. Поэтому не отвлекайтесь. Все ли есть, посвятите хоть немного своего времени процессу поглощения пищи. 8. Вы реально имеете большое количество физических нагрузок. Ну или жизнь такая, работа такая, образ жизни такой, или вы реально много тренируетесь. Вы тратите много энергии, вы постоянно хотите есть. То есть тут нет совершенно ничего удивительного. Другой вопрос в том, что если вы отдаете себе отчет, что вы много тратите энергии и поэтому все время испытываете чувство голода, то что надо сделать, надо подумать о своем рационе, колораже. Вот это очень-очень важно. А кстати, еще что тут может тесно переплетаться. Как правило, физические нагрузки сопровождаются дефицитом жидкости. Возможно, вы тренируетесь много, а пьете недостаточно. Поэтому у вас все время чувство голода. Подумайте об этом. 9. Вы злоупотребляете алкоголем. Ну а может быть пьете неправильно. А может выпиваете для аппетита. А может быть, собственно говоря, алкоголь это повод к застолью. А застолья это огромное количество. То есть алкоголь повода. Там идут дальше куча закуски. А еще выясняется, что мы не выпили за всех присутствующих. А ведь каждый тост надо закусить. Мы уже не говорим о том, что сам по себе алкоголь может тормозить адекватную работу центра голода. 10. Вы потребляете калории. В жидком виде. То есть еще раз. Представьте себе. Вот у нас есть два варианта еды. И в каждом по 500 калорий. Это либо два стакана сладкой газировки. Либо, условно говоря, каша с мясом. Вот получив одно и то же количество калорий из твердых компонентов, вы намного дольше будете испытывать чувство сытости. Тут нет ничего удивительного. Жидкость мгновенно всасывается из желудка. И бедный пустой желудок говорит. Ребят, я голодный. Дайте-то жрать-то. Калории вы дали, а объема не дали. Еще раз фиксируем они. Злоупотребление жидкими калориями. Это плохо. Одиннадцать очевидно и близко нам всем на данном этапе. Это стресс. Стресс провоцирует избыток выработки кортизола, который прямо влияет на центр аппетита. То есть мы реально голодные. И мы, что еще тут важно, что именно в процессе еды мы реально отвлекаемся от стресса и испытываем облегчение. Поэтому быть голодными при стрессе, и не только остром, но и хроническом, скорее правило, чем исключение. Двенадцать. Чувство голода может быть связано с приемом определенных лекарств. Для многих лекарств, в принципе, побочным эффектом может быть чувство голода. Но наиболее характерные из таких лекарств это кортикостероиды, противосудорожные препараты, антидепрессанты, многие лекарства, влияющие на настроение. Дальше нейролептики. Все варианты инсулина. Некоторые лекарства, которые используются для лечения диабета. Тринадцать. Скорость поглощения пищи. Чем быстрее вы едите, тем раньше к вам вернется чувство голода. Вот на эту тему сотни исследований, одна и та же группа, одна и та же еда. Вы едите медленно, вы едите быстрее, вы жуете и наслаждаетесь, вы глотаете. И сразу видно результат. Чем быстрее человек ест, тем раньше он проголодается. И, наконец, пункт четырнадцать. Чувство голода, постоянное чувство голода, может быть реально опасным и может быть реальным признаком некоторых заболеваний. В частности, речь идет о том, что это наиболее типично для гиперфункции щитовидной железы, для пониженного уровня сахара, для любых вариантов, связанных с лечением сахарного диабета, например. Ну и, в принципе, для сахарного диабета это характерно. Именно чувство голода, практически постоянное. Итак, дорогие друзья, сейчас я проанализировал, фактически, основные причины, все из которыми вы можете испытывать чувство голода или быть голодными практически постоянно. Мы прошлись по этим причинам очень-очень поверхностно. Я на самом деле хочу обратить ваше внимание на то, что если перед вами стоит цель похудеть, привести себя в порядок, жить нормально, не имея конфликта с едой и окружающей средой, то я сразу хочу вам сказать, что если любая ваша диета сочетается с чувством голода, голода никакого толку не будет. Это трудно вот быстро объяснить, но если у вас есть чувство голода и испытывая чувство голода вы худеете, то поверьте, в тот момент, когда вы чуть-чуть расслабитесь, вы наберете больше, чем у вас было. И я обращаю ваше внимание на то, что сейчас вся моя команда, мы очень активно работаем над созданием именно образовательного курса, в котором мы рассмотрим вот эти все аспекты, как подружиться с едой, как сделать так, чтобы еда все-таки, это же очень важно в нашей жизни, правильная еда, чтобы мы поменьше о ней думали, но чтобы она не мешала нам жить здорово, то есть быть здоровым и наслаждаться все-таки жизнью. Если у вас уже сейчас есть какие-то вопросы, о чем бы вы хотели узнать вот в подобном образовательном курсе, я буду очень вам признателен, пишите обо всем этом в комментариях, кроме этого я прошу, следите, ребят, за журналом доктора Комаровского, там будут все объявления, вся информация по поводу предстоящих курсов. Спасибо, что вы были с нами, делайте правильные выводы, приятного аппетита, не голодайте, я вас спрошу. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин